Каждый мир Каждую секунду Каждую секунду, пока вы смотрите этот фильм, ваши глаза совершили почти 100 миллиардов операций. В вашем организме умерло 8 миллионов клеток, но вместо умерших клеток тотчас же появилось 8 миллионов новых клеток. Каждая клетка создала примерно 2000 молекул белка. В вашем организме произвелось более 2,5 миллионов красных кровяных телец. Ваше сердце перекачало 83 кубических сантиметра крови. За одну секунду в утробе матери, ждущей ребенка, у будущего ребенка сформировалось 5000 нервных клеток. За одну секунду до вашего глаза дошел свет, который испускает Луна. Фотон света, идущий от Солнца, за это время преодолел 300 тысяч километров. Дожди пролили на Землю 16 миллионов тонн воды. На Земле сверкнуло 100 молний. Родилось 4 новых человека. Как часто вы замечаете, что вокруг вас каждую секунду происходят великие события и настоящие чудеса? Задумываетесь ли вы о том, что даже перечисленные явления, которые кажутся вам обыденными по сути, есть чудо, повторяющееся каждую секунду, и которое человек до сих пор не может даже объяснить до конца, не говоря уже о том, чтобы повторить эти процессы? Окунувшиеся в круговорот повседневных дел большинство людей, наверное, даже не замечают, в каком совершенном, удивительном механизме они существуют. Мы часто даже не замечаем, что все вокруг нас, включая нашу собственную жизнь, существует в рамках совершенного, тонкого механизма, где каждый элемент зависит от другого, и нарушение одного из них приведет к гибели всего порядка. Но нарушение не происходит. И миллиарды людей, миллиарды форм жизни, все живое и неживое, сосуществуют в чрезвычайно точно просчитанной, идеальной системе жизни. Каждый из бесчисленного множества элементов этой системы работает в тесной связи с тысячами других элементов. Даже если одно из звеньев этой цепи нарушится, сложно даже представить себе последствия. Жизнь на Земле может стать просто невозможной. Наша планета существует благодаря безупречной работе тысяч известных нам систем и законов, пронизывающих все мироздание. Скорость расширения Вселенной и ее масса. Число галактик и число звезд в галактиках. Скорость вращения галактик, их плотности, температура, все это элементы великого равновесия Вселенной. Каждое утро восходит солнце, чтобы вечером зайти. Каждый год времена года сменяют друг друга. Тонны воды испаряются с поверхности Земли и поднимаются в атмосферу, а потом, конденсируясь, выливаются оттуда в виде осадков. Всевышний каждый миг жизни оберегает и поддерживает этот уникальный порядок, о котором человек даже не подозревает. Создатель каждый день проращивает миллиарды ростков, из которых потом созревают тысячи видов плодов, овощей и фруктов. Он дарует одновременно пропитание миллиардам живых существ во всех уголках мира, ежесекундно поддерживает порядок и деятельность всех систем планеты, чтобы поддерживать нашу с вами жизнь. Он держит под своим контролем небеса, землю и недра Земли. Каждый миг оберегает миллиарды живых существ от опасностей, ведомых и неведомых, которые подстерегают нас повсюду, если этот порядок нарушится. Во всем этом есть знамение для людей, размышляющих. Чудеса во Вселенной, происходящие каждую секунду жизни. Давайте познакомимся поближе с Солнечной системой. Однако напомним, что картины, с которыми мы повстречаемся, могут быть не самыми приятными, потому что на некоторых планетах температура достигает плюс 475 градусов, а на других царит кромешная тьма. Некоторые вообще лишены атмосферы и воды. А на других планетах и вовсе властвует непостижимый разумом холод, который делает жизнь абсолютно невозможной, или же бушует беспрерывные ураганы и извержение кипящей лавы, что также не дает шансов для жизни. В нашей Солнечной системе ни одна из девяти известных планет, кроме Земли, и 53 планет-спутников неприемлема для жизни человека. Каждая из этих космических тел – безжизненное скопление материи, погруженная в безмолвие за исключением одной. Земля. Укрытая ярко-голубыми облаками, светлая планета в абсолютном мраке космоса, солнечная, теплая, полная зелени, не имеющая подобия во всей Вселенной, планета, которая была сотворена с идеальными для жизни физическими величинами и системами только ради лишь одной цели – поддержания жизни человека на Земле. Атмосфера на других планетах ярко показывает нам, что произойдет с нашей планетой, если Земля лишится хотя бы одной из тысяч безупречно работающих систем и законов мироздания. Все на нашей планете, начиная от атмосферы до строения поверхности Земли, химического состава Земли и расстояния до Солнца, сотворено с высшей мудростью ради самого комфортного существования человека. Для поддержания жизни на планете каждый миг во Вселенной происходят невидимые и неизвестные нам тысячи удивительно сложных процессов, которые гармонично взаимосвязаны и подчинены одной цели – обеспечению нашей жизни. Совершенство строения Вселенной и ее абсолютное подчинение благу человека – величайшая милость Создателя к нам, людям. И Земля, и вся живность на ней сотворены для блага человека и обеспечения его гармоничной жизни. Знаете ли вы, что пока смотрите этот фильм, внешние слои атмосферы претерпевают непрерывные метеоритные атаки? Мы редко задумываемся о том, что атмосфера, окружающая нашу планету, ежесекундно защищает нас от бесконечного числа опасностей, идущих из бескрайних глубин космоса. Метеориты, например, влетают в атмосферу Земли со скоростью 40 км в секунду и стремительно падали бы на Землю, неся невероятные разрушения, если бы атмосфера не сдерживала их скорость. Под воздействием силы трения метеориты просто-напросто сгорают во внешних слоях атмосферы, не долетая до Земли. Благодаря удивительным свойствам атмосферы Земли, выступающей в роли природного щита, эти непрерывные космические атаки нейтрализуются до того, как достигнут Земли. Подсчитано, что слои атмосферы нейтрализуют и сжигают в среднем 50 тысяч метеоров в год. Но самую большую опасность для Земли представляют собой кометы. Падение кометы на Землю может привести к катастрофическим последствиям для всего живого. Вспомним лишь один факт. В 1908 году в Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска упал и взорвался метеорит, диаметр которого составлял примерно 60 километров. Взрыв метеорита при падении уничтожил 2000 километров тайги. Мощность взрыва была в тысячу раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму. Тогда как Тунгусский метеорит был ядром лишь небольшой кометы, взорвавшейся в плотных слоях атмосферы. Сложно даже представить, какой урон Земле может нанести падение метеорита большего размера. Но милостью создателя наша планета каждый миг надежно защищена от подобных опасностей. Более 10 тысяч тонн метеоров, попадающих ежегодно в атмосферу Земли, не выдерживают силы трения и сгорают в атмосфере во время падения, тем самым не нанося вреда жизни на планете. Ужель это не милость и милосердие Творца к нам, ежесекундно защищающего нас от тысяч невидимых опасностей? А знаете ли вы, что по мере углубления в земную кору температура Земли увеличивается на 30 градусов каждый километр? В ядре земной коры температура эта достигает невероятной величины. 4500 градусов по Цельсию. Собственно, ядро Земли представляет собой раскаленную жидкую магму. Чтобы понять, насколько велика температура недр Земли, сообщим лишь, что на глубине всего один километр температура Земли составляет 60 градусов. И в то же время все живое, растения, люди, животные существуют на Земле в полной безопасности, даже не представляя себе, какая раскаленная опасность сокрыта у них под ногами. сотворил Землю уникальным островком жизни между абсолютным холодом космоса и огненно кипящим ядром Земли. И каждый человек, обладающий разумом, не может не понимать, что жизнь на Земле возможна только милостью и волею Творца, ежесекундно поддерживающего жизнь на планете. Человечество даже не ведает о законах, действующих во Вселенной ради поддержания жизни на планете Земля, лишь пользуясь тем, что ему даровано Творцом. Вселенское равновесие Изучая строение нашей Солнечной системы, в каждой детали мы видим тончайшее равновесие и четкую программу. Например, фактором, защищающим планету от абсолютного холода космоса, является равновесие между силой притяжения Солнца и центробежными силами планеты. Солнце, благодаря мощнейшей силе притяжения, притягивает к себе все планеты системы, однако планеты, благодаря центробежной силе, возникающей вследствие вращения планеты, спасаются от того, чтобы быть затянутыми Солнцем. Но если скорость вращения планет изменится хотя бы на долю секунды, то планеты неизбежно будут постепенно притягиваться Солнцем и в итоге будут поглощены Солнцем со взрывом колоссальной мощности. Но возможен и иной сценарий. Если планеты будут вращаться на несколько секунд быстрее, чем сейчас, в таком случае сила притяжения Солнца будет недостаточной, и оно не сможет удержать их вращающимися вокруг себя, и тогда планеты устремятся в бездну космоса в неизведанном направлении. Но удивительно то, что это хрупкое секундное равновесие работает и существует без единого сбоя. Уточним, что равновесие силы притяжения Солнца и центробежных сил планеты не одинаково, и для каждой планеты существует свое, запрограммированное соотношение этих сил, поскольку расстояние каждой планеты от Солнца различно, да и масса планет также у каждой уникальна, поэтому скорость вращения планет не одинакова. Но особенности каждой планеты не меняют главного, идеальной работы равновесия сил без малейшего сбоя. Величайший из ученых в истории человечества Исаак Ньютон, сделавший в 18 веке открытие мирового значения о строении Солнечной системы, писал, Чрезвычайно хрупкая система равновесия, создаваемая Солнцем, планетами и кометами, может проистекать только лишь из замысла и абсолютного господства над всем высшего разума и силы Творца. Он направляет все эти системы и в силу этого его господства мы называем его Господь, Владыка высшего могущества. Положение Земли в Солнечной системе также показывает совершенство Господнего замысла. Каждая планета, каждая система идеально дополняет друг друга и исполняет определенную функцию, назначенную только для нее. Существование восьми остальных планет Солнечной системы имеет жизненно важное значение для планеты Земля. Они не просто так существуют, но играют важнейшую роль в обеспечении безопасности нашей планеты и ее орбиты. Рассмотрим, например, Юпитер. Юпитер. Самая большая планета Солнечной системы. Ее существование обеспечивает равновесие на планете Земля. Расчеты астрофизиков показали, что орбита, на которой вращается Юпитер, обеспечивает стабильность и неизменность орбиты Земля и других планет нашей системы. Астрофизик Джордж Вестерилл в своей статье «Что особенного в Юпитере» пишет о защитной функции Юпитера по отношению к Земле. «Если бы на месте Юпитера не было планеты именно такого размера, планета Земля в тысячи раз больше подвергалась бы метеоритным и кометным бомбардировкам из космоса. Если бы Юпитер был хотя бы немного в другом месте, нас бы и вовсе не существовало, и мы бы не исследовали сейчас строение Солнечной системы». Планета Земля наделена теми тепловыми величинами и составом атмосферы, который единственно возможен для существования и дыхания всего многообразия форм жизни. Оказывается, температурный режим, при котором люди, животные и растения могут комфортно существовать, очень мал в сравнении с огромным диапазоном температур во Вселенной. Так вот, на Земле нашей существует именно этот узкий температурный режим, единственно возможный для нас. В обеспечении температуры Земли важную роль играют многие факторы. Например, расстояние нашей планеты до Солнца. Если бы Земля была столь близко к Солнцу, как Венера, или же находилась так же далеко, как Юпитер, температура на Земле не позволила бы развиваться жизни. Сохранность этого температурного режима зависит от расстояния между Землей и Солнцем и тепловой энергией, излучаемой Солнцем. Подсчитано, что если Земли будет достигать на 10% меньше солнечной энергии, планета покроется многометровым слоем льда. И наоборот, если количество энергии Солнца, достигающей планеты, увеличится, все живое погибнет от испепеляющей жары. Но, как видите, ничего этого не происходит. Большая скорость вращения нашей планеты вокруг своей оси также помогает равномерно распределить по планете энергию, поступающую от Солнца. Земля вращается вокруг своей оси 24 часа, благодаря чему ночь и день на Земле быстро сменяют друг друга. Из-за того, что день и ночь сменяют друг друга быстро, ночная и дневная температуры разнятся не так сильно, как на других планетах. Температура Земли всегда остается в определенном пределе, который позволяет не умирать от холода или жары и дает самые благоприятные условия для жизни. Значение быстрой смены дня и ночи мы осознаем лучше, когда вспомним планету Меркурий. Меркурий вращается вокруг своей оси очень медленно. День или ночь на Меркурии длятся дольше одного земного года. Так что планета ночью остывает очень сильно. Разница температур между днем и ночью составляет тысячу градусов. сейчас на экране вы видите кадры известного фильма, который прошел по всем кинотеатрам мира и вызвал огромный резонанс. Это фильм послезавтра. В фильме режиссеры смоделировали к каким катаклизмам может привести нарушение тончайшего равновесия сил в природе и к каким последствиям для человека это может привести. в послезавтра по сути отражена реальная картина возможного природного катаклизма о котором ученые предупреждают на протяжении последних десяти лет. Мы воочию видим к чему может привести разрушение гармонии сил в природе. Многокилометровые льдины которые начали таять в Антарктике изменили течение теплых океанических потоков что привело к резкому похолоданию на земле. 24 часа беспрерывно идет снег люди замерзают прямо на улицах с неба падают огромные глыбы льда ураганы уничтожают все вокруг и земля становится непригодной для жизни мертвые планеты эти кадры чрезвычайно точно описывают то что произойдет с людьми на земле если нарушится равновесие космических процессов но все о чем мы говорили до сих пор это только очень малая часть того колоссального вселенского механизма который необходим для существования жизни на нашей планете если продолжить наше исследование то список того что и как должно существовать во вселенной и строение земли чтобы наше существование было возможным будет очень и очень длинным вот лишь некоторые факторы и величины которые необходимы для поддержания равновесия сил на планете гравитационное взаимодействие земли и луны если бы сила гравитации была бы больше то все следствия этой силы силы притяжения луны атмосферные условия скорость вращения земли вокруг своей оси приливы и отливы мирового океана сделали жизнь на земле невозможно если бы сила гравитации была меньше это привело бы к отклонению от существующей орбиты и как следствие резкое изменение климата магнитное поле земли если бы оно было бы сильнее то на земле бушевали бы чудовищные электромагнитные бури разрушительные для всего живого если бы оно было меньше то земля лишилась бы всякой защиты от вредоносного солнечного излучения и потоков радиоактивных частиц от солнечных ветров и в том и в другом случае жизнь была бы невозможна размеры нашей планеты если бы наша планета была чуть меньшего размера сила земного притяжения значительно уменьшилась бы и не смогла бы удерживать атмосферу вокруг нашей земли если бы размеры планеты были бы чуть больше существующих тогда сила притяжения многократно увеличилась бы и вредные испарения не улетучивались бы в космос а оставались бы в атмосфере Земли, что отравило бы все живое. Толщина озонового слоя. Будь она чуть больше, температура поверхности Земли резко снизилась бы. Будь она чуть меньше, поверхность Земли перегрелась бы, кроме того, не осталось бы никакой защиты Земли от вредного ультрафиолетового излучения, идущего от Солнца. Сейсмическая активность. Будь она большей, это вызвало бы постоянные разрушительные землетрясения, губительные для жизни. Будь она меньшей, все питательные вещества, находящиеся на океаническом дне, не могли бы смешиваться с водой, что привело бы к негативным последствиям для жизни живых организмов в океанах и морях, а следовательно и к гибели всех живых существ на планете. Этот список можно продолжать очень долго. Но важно помнить, Всевышний Творец, Господь создает и удерживает в гармонии все эти процессы, каждый миг ради блага и пользы рода человеческого. Чудеса в нашем организме, которые совершаются каждый миг. Еще до того, как вы появились на свет и открыли глаза, все в мире было подготовлено для вашего появления. Вам даны совершенные по строению глаза, чтобы вы четко видели прекрасный мир вокруг вас. Вы еще не умели дышать, ибо были в утробе вашей мамы, но для вас уже были подготовлены легкие и идеальные системы дыхания. Еще до рождения в вашем организме развилась система пищеварения, чтобы появившись на свет, вы могли сразу же питаться молоком матери. Вам даны были руки и пальцы, каждый из которых наделен уникальным рисунком-отпечатком, или, например, ресницы и веки глаз, которые оберегают ваши глаза от попадания инородных тел и высыхания. Какой бы орган мы ни рассматривали, каждый из них несет жизненно важную функцию, и в нашем теле нет ни одного лишнего составляющего. Лишившись хотя бы какого-либо органа нашей жизни, станет либо неполноценной, либо же вовсе невозможной. До сего дня вы прожили благодаря безупречной работе тысяч систем вашего организма. И даже сейчас, пока вы смотрите этот фильм, чудеса вашего организма происходят каждый миг, хотя вы их не замечаете и даже не знаете, что они происходят внутри вас. Все изменения, что происходят в вашем организме на протяжении дня, происходят по воле Творца и подконтрольны только лишь Ему. Его беспредельная милость и забота о нас оберегает каждый миг нашей жизни. Когда вы были еще в утробе вашей мамы, у вас начало биться сердце, и оно будет биться безостановочно в строго определенном темпе, в среднем 70 ударов в минуту на протяжении всей отпущенной вам жизни. Ужель это не чудо? Кто заставляет сердце биться и продлевать вашу жизнь, тогда как вы не знаете ни его строения, ни того, как оно функционирует? Или вот еще. На протяжении всей жизни мы дышим. Каждый день человек совершает примерно 21 600 вдохов. На протяжении жизни средней протяженности в 70 лет человек делает 591 миллион 300 тысяч вдохов и выдохов. Система дыхания в нашем организме устроена так совершенно, что мы забываем о том, что должны дышать. Этот механизм идеально работает сам собой, не требуя нашего участия или контроля. Организм наш безошибочно определяет, как нам надо дышать для бесперебойного поступления кислорода в кровь при ходьбе или во время занятий спортом, или когда мы читаем или спим. Мы даже не задумываемся над этим, а организм наш строго и безошибочно заставляет легкие работать в том режиме, который соответствует тому темпу, которому мы следуем. Мы дышим так часто, что воспринимаем процесс дыхания как обыденный и малозначимый процесс. Но дыхание человека и сердцебиение возможно в результате сложнейших взаимодействий между многими органами и системами в нашем организме. Сто триллионов клеток в нашем организме работают настолько слаженно и четко, словно бы знакомы друг с другом всю жизнь и постоянно общаются между собой. Они исполняют функции, возложенные на них создателем идеально, доводя все до конца, не допуская небрежности или сбоев. И тысячи процессов и операций в нашем организме происходят каждый миг внутри нас, хотя мы этого и не замечаем. Вот, например, одна из систем нашего организма, беспрерывно работающая на протяжении всей жизни. Это иммунная система. Она защищает организм человека от внешних инфекций и микробов днем и ночью, как хорошо вооруженная армия. Люди подчас и не понимают даже, насколько важна иммунная система для здоровья человека. Иммунная система оберегает организм от инфекций и заболеваний, окружающей нас со всех сторон. Малейшее нарушение образа жизни способно нарушить и иммунную систему, а ее нарушение приводит к весьма тяжелым последствиям и очень усложняет жизнь. Но надо помнить, что любая болезнь – это напоминание Творца о нашей слабости и абсолютной зависимости от Его воли. Мы должны не забывать о благодарности Создателю тогда, когда мы здоровы. И все в жизни складывается превосходно, а не обращаться с мольбами только лишь тогда, когда с нами случается беда. Чудеса вокруг нас, которые совершаются каждый миг. Солнце – единственный источник энергии для всего живого на Земле. Однако люди и все живые существа не могут напрямую потреблять энергию Солнца, поскольку в нашем организме нет систем, способных использовать солнечный свет напрямую для питания организма. Но в данном случае в действие вступают растения, с их удивительным механизмом, который наука до сих пор не может с точностью объяснить. Все растения аккумулируют в своих клетках солнечную энергию и производят непостижимо сложную химическую реакцию, в результате которой солнечная энергия преобразуется в химическую энергию. Вся энергия, поступающая в наш организм с питанием, на самом деле является солнечной энергией, переработанной растениями в химическую. Например, когда мы пьем молоко, по сути мы лишь потребляем солнечную энергию. Коровы, питаясь растениями, получают эту энергию в клетке и потом она поступает в молекулы молока. Или, к примеру, мышечная сила в нашем теле тоже ничто иное, как трансформированная солнечная энергия. Растения собирают в своих молекулах переработанную солнечную энергию для пользы животных и человека. Растения питаются ядовитым для человека углекислым газом, перерабатывая его и выделяя чистый кислород, который необходим для всего живого. Для осуществления фотосинтеза, то есть переработки солнечной энергии в химическую и выделения кислорода, в этом процессе должны участвовать еще и многочисленные ферменты. Они удивительным образом имеются в клетках растений и каждый из них участвует только в строго определенной стадии фотосинтеза. Однако клетки растений могут вступить в эту сложнейшую реакцию фотосинтеза только благодаря тому, что сами могут питаться солнечной энергией напрямую. Науке до сих пор еще не понятны до конца эти поразительные процессы. Растения, получающие прямую солнечную энергию, в результате тысяч химических реакций доводят энергию Солнца до каждой клетки организма и животного. Солнечная энергия трансформируется в различные формы и в результате достигает всех жизненно важных органов и систем человека. Крови, сердца, почек, глаз, мозга, таким образом делая возможным существование человека. Задумайтесь на минутку. Трава, по которой вы ходите, деревья, которые вы видите каждый день, являются самыми важными действующими помощниками вашей жизни, поскольку процессы, которые происходят в глубине клеток, дают вам кислород и энергию. И что самое главное, фотосинтез на данном этапе ученые не могут повторить ни в одной лаборатории. Даже этого примера достаточно, чтобы понять беспредельность Господнего знания и могущество над всем сущим в мире, Его беспредельную милость к нам, ибо Он подчинил все в мире служению человеку и созданию самых комфортных условий нашей жизни. В этом небольшом фильме мы попытались показать вам только несколько удивительных процессов, которые происходят вокруг вас и внутри вас самих каждый миг. Все в небесах, в воздухе, на земле и в ее глубинах служит жизни человека, и сотни тысяч сложнейших процессов происходят бесперебойно, без единого сбоя ради одной цели – обеспечения нашей жизни. Каждый миг, каждую секунду, сотни тысяч законов и явлений в любом уголке Вселенной или внутри организма человека работают в удивительной гармонии и взаимосвязи для поддержания вашей жизни. В день Господнего Суда каждый человек будет спрошен за те милости и блага, что были даны ему в земной жизни. Не забывайте о том, что знания укрепляют благодарности Творцу и любовь к Нему, а потому стремитесь к постижению Творца, к новым знаниям и благодарите Создателя всей душой за то, что дано вам в этом мире.